Девушки отдыхают С учетом того, что я проходил службу в МВД в Росгвардии, вышел на пенсию, но силы позволяют принести пользу, и я ее стараюсь принести Сейчас вы пока проходите вновь обучение, боевое слаживание, как это правильно называется, или уже выполняете какие-то задачи? Ну, основные наши задачи – это охрана границы, борьба с диверсионно-разведанными группами и охрана общественного порядка В принципе, подразделение уже функционирует, мы постепенно выполняем задачи, которые нам поручают А у нас основная масса – это бывшие силовики, которые знают, что это не понаслышке, для которых это все не ново Соответственно, любые задачи мы выполним Расскажите, что ребята сейчас выполняли, что это за упражнение? Вот они отрабатывали с ними, тактикационная стрельба, действия штурмовой группы с перезарядкой боеприпасов Ну, вот это, я так понимаю, работал у вас СОБР, но вот есть ребята из Центра защиты, да, которые сейчас в теробороне С ними такие же тренировки? Так точно, такие же тренировки проводим, начинаем сначала с индивидуальной подготовки, холощения, потом добиваем боевые патроны Потом добавляем двойки и тройки, то же самое, то, что вы видели, работая с ними такими тройками Делаем все по максимуму Это детский санаторий, относится к нашему департаменту здравоохранения Брянской области Ну, на его базе организовали ПВР А как давно он функционирует? Я слышала, принимали людей из Донецкой Народной Республики, из Луганской? Да, принимали с самого начала, у нас были небольшие группы, были из Харьковской области Ну, естественно, за них мы переживаем, мы переживаем за них Понимаем, как-то тяжело уехать, бросить все это Это тяжело для них Вы откуда приехали? Я из поселка Белая Березка Там же совсем до границы километр или сколько? Да, в принципе, мои знакомые буквально 500 метров и уже начинается приграничная зона Какая там сейчас ситуация вообще? Ситуация, конечно, напряженная Обстрелы? Обстрелы, да Многие дома сгорели у нас А сейчас вот дронами, да, вот прямо именно многоквартирные дома, пятиэтажные То есть не по одному разу стараются Прям вот несколько раз, один раз у нас был случай, что с 7 утра, наверное, и до 5 вечера атака была дроновая длилась Мы не могли вообще выйти, каждые 10 минут летело 2-3 дрона, один за одним Вот каждый день ложимся спать Вот я лично каждый день, говорю, господи, хоть бы не началось ночью ничего Потому что я не знаю, куда бежать с детьми ночью И все так, все живут так, и все думают Проснулись утро, мы думаем, слава богу, ты проснуешься сегодня Что уже утро, а куда бежать-то, правда, мы не знаем Здравствуйте Смотрите, там пальто новое, абсолютно Отлично А какой размер? Мне подскажется Ну, на меня Ага Я увидела, что вы приносите какую-то одежду, да? Да, да, пальто, новое пальто Почему? Вот решили принести... А потому что мне сейчас осень наступает, холодно, кому-то пригодится Я смотрю вчера по телевизору, женщина говорит Я вот со страху в одном халате что была, а со страху схватила только один халат с собой У меня больше ничего с собой нет у меня Ну, я и решила, думаю, отнесу пальто, и все Какое у вас сейчас вообще настроение? Какая-то вот чувствуется тревога все равно Воюет, еще и с Курска никак не прогонит нацистов Ну, как это по нашей земле, Курской, опять немецкие танки И вот это вот Ну, я думаю, справимся Я думаю, да Надеемся на это И я почему-то уверена в этом, что мы справимся По-другому быть не может А как это по-другому? Я вас смотрю, у вас здесь много Много, ежедневно Ежедневно у нас такое количество У меня вот даже дети Вот у меня есть Ариана И еще у меня есть малыш Тихон Чуть младшая Ариана Вот он отказывается иногда даже от каких-то мероприятий развлекательных И говорит, мне нужно идти к тете Кате Помогать ей собирать помощь для военных и для людей То есть люди, дети уже сейчас ставят приоритеты Также у нас есть и серебряные волонтеры периодически К нам наши бабушки приходят, помогают, сортируют наравне с молодежью И сейчас вот наступит осень, они уже запаслись нитками Они сейчас начнут вязать нас и начнут вязать хомуты и шарфики для военнослужащих Вы сейчас и сама приграничная территория И ситуация у вас волнительная, скажем так Мы уже прошли такой путь Особенно в составе работы оперативных штабов мы вместе Мы начали свою историю с пандемии Потом в 22-м году началась специальная военная операция Поэтому насколько мы сплочены, насколько мы действительно верим в нашу страну, в наших людей Нам не страшно Эта ситуация, мне кажется, многих людей изменит Вот вся эта боль людей, которых так или иначе это коснулось Она и передается мне, я чувствую Я, если говорить касательно характера, он уже, как бы, это боль Не только одного человека, это боль на самом деле всех И эта боль, как бы это ни звучало, но она закаляет, по сути Вот именно в помощи, именно в понимании, что происходит, как происходит Из-за чего происходит Вот кроется, так скажем Ну, формируются наши, наши железобетонные опоры внутренние Вот и все Спокойная обстановка, довольно неспокойная Хотя она напряженная обстановка У нас там постоянно враг пытается дестабилизировать ситуацию Обстреливать при границе Бывают обстреливают и близлежащие города Это и Климово, и Суземка И Белая Березка, поселок Вот Ну, тем не менее, люди видят, как усиливается группировка Брянс Как работают силы противовоздушной обороны Когда летят дроны, и они их сбивают И сбивают, я хочу сказать, суперпрофессионально То есть не было еще ни разу, чтобы они сбили Над или населенным пунктом, или над городом, или над городом Брянс Это говорит о том мастерстве наших защитников Которые и выполняют свою работу, и думают о безопасности наших граждан Ну, видите, вот, даже сейчас все поверут направо, да? Здравствуйте, ребят Военная полиция, да? Что делаете? Несете службу в городе Брянске, правильно? Правильно, видите? То есть даже в Брянске, в Брянске есть военная полиция Не говоря о том, что при граничье При граничье Все эта работа отлажена Военная полиция, гражданская полиция Вот, Росгвардия То есть порядок, спокойствие И каждый занимается своей работой Ребята, вон, уже тренируются Что это все-таки за военный ущербный центр? Сейчас у нас работают волонтеры здесь А, в ланске? Которые, да, которые возят гуманитарную помощь На линии БОСС-соприкосновения Ну, потихоньку готовим их, чтобы они могли оказать саму помощь, взаимопомощь Немножко могли обращаться с оружием Мы понимали вообще, во что они вязались И не понаслышке знали Вот здесь, на очередном месте, представлены три вида оружия Автомат Калашникова легендарный Пулемет Калашникова И снайперская винтовка Драгунова Сейчас работают здесь призывники Добровольцы, которые собираются подписать контракт с Минстерством Бороны Потому что проходит у нас обучение А много ребят вообще идут на контракт? Идут, конечно, идут Есть патриоты у нас, слава богу Многие есть, хотят сами учиться Многих в военкоматы направляют Самый оптимальный вариант – это эвакуация втроем Как она проводится? Два человека берут носилки, начинают их расстилать Третий подходит к району, он проводит весь алгоритм То есть проскукивает его, сообщает на гранатах Он это должен успеть сделать, пока двое раскладывают носилки Это буквально несколько секунд Здесь ребята находятся не просто так, которые захотели прийти и стали учиться От этих ребят поступил запрос Они захотели обучиться непосредственно вот такому виду медицины Потому что они понимают, что они выезжают Что они могут оказать помощь там Что они выезжают непосредственно сейчас у нас в Курскую область Их небольшое количество сегодня, 27 человек у нас обучаются Но, как правило, это 80% женщин Я слышала, вы волонтерите Причем не просто, да, там в центре Хотя это тоже очень важно Но выезжаете прямо на передний край Как давно вы этим начали заниматься? Этим начали мы заниматься два года назад Когда мы мобилизовали моего мужа Я поняла, что наша жизнь теперь все не будет прежним И хотя в военкомате нам говорили Ну, там, принесите документы, трое детей Его, в принципе, не мобилизует Но он у меня такой Я что, за детьми еще не прятался? И он, то есть, сразу ушел Честно, смотришь со стороны на некоторых жен Там, военнослужащих, мобилизованных Я говорю, Саша, как это у тебя неправильно Там придешь, я на ресницы, я на отдых, я на море И еще куда-то Мы его ждем Мы никуда не ходим, не ездим Мы плетем в сети, собираем в гуманитарку Возим, отправляем просто все полностью с ребятами Просто ждем Молимся и ждем Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok